Бسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعقبة للمتقين ولا عدوانا إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف المسلين سيدنا محمدين وعلى أليه وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Уважаемые сестры мы знаем что свершенно Аллах создал человека и дал ему разум чтобы человек подумал как он сам появился и вокруг мы если человек внимательно посмотрит вокруг себя на природу на сотворение этого мира человек любой разумный человек придет к убеждению что хозяином всего суши является свершенно Аллах вы наверное знаете есть очень много примеров тех больших ученых современности имеется ввиду светских ученых потому что у них все равно разум мы знаем что человек по разуму добывается определенных успехов человек становится ученым и есть очень много примеров где великие ученые не путем религии а путем изучения этого быта этого быта как свершенно он создал этот мир и все что его окружает они приходили к истине они становились мусульманами они признавали ислам конечно мы знаем что каждый человек умирает если человек конкретно подумает такое же не бывает же такое вот чтобы например человек не был наказан что просто так вот создан этот мир и человек который ведет себя беспредельной этой жизни что он не наказанный что он останется такой конечно не может быть и мы видим что вокруг сколько несправедливости а мы знаем что самый справедливый судья это священный Аллах и священный Аллах в день суда покажет каждому человеку свое деяние свое действие наверное в те времена те времена в которые мы сейчас живем мы видим что люди какое большое значение люди уделяют мирскому и какое малое значение люди уделяют к религии к религии Аллаха это тоже признак приближения судного дня мы видим что вот люди которые стремятся к благам я не говорю здесь что мы не должны стремиться к благам земным благам что человек не должен добиться имущества чтобы человек не занялся бизнесом я об этом не говорю речь идет о том на сколько процентов жизни человек заботится о своем имуществе о мирском и сколько процентов он уделяет ахирату и почему это так происходит потому что это все происходит из-за слабости нашего имана из-за слабости нашей веры мы знаем что потерять ребенка это какая тяжелая ноша тот человек та мать тот отец который который прошел через это который потерял свое дитя так как они мы этого не понимаем мы конечно говорим чтобы собру делали и рассказываем говорим но именно тот человек который через это прошел какую боль это ему начинило мы человек конечно выразиться не сможет и только когда он это все увидит только тогда он это поймет а когда уже вера человека достигается своего эпогея когда вера человека становится совершенным это уже имеется ввиду когда человек такое происходит когда он полностью познал совершенного Аллаха была сподвижница в армина посланника саллиллаху которая потеряла трех сыновей в одном в одном походе в одном военном походе она потеряла сразу троих сыновей и когда войско посланника саллиллаху прибыло в медину первый вопрос который она задала она сказала как она ее поставили курс дела что у нее погибли три сыновья они были убиты они стали шахидами мучениками и естественно первый вопрос который она задала она сказала каково же состояние посланника саллиллаху как он себя чувствует потому что его вера была совершенной мы знаем что чтобы вера человека была совершенной он должен любить посланника саллиллаху чем больше самого себя чем свои имущества чем свои дети чем все мы также знаем историю сподвижника который в Мекхе когда идолопоклонники мучрики они издевались над одним сподвижником посланника саллиллаху алейхи поэтому мы тебя мучаем мы тебя наказываем хотел бы ты чтобы вместо себя там был посланник саллиллаху алейхи и из-за него же тебя мучают из-за него же настрела тебя такая беда конечно он ответил конечно нет я даже вместо себя здесь был бы посланник саллиллаху и его ужалило бы колючка. Даже этого, говорит, я не хотел бы. После этого Абу Суфян говорит, я, говорит, вообще не видел людей, более любящих своего пророка, чем сподвижники, посланника, салли Аллаху, алейхи вассаляма. И, уважаемые сестры, мы знаем, что Совершенный Аллах дал разум человеку, чтобы человек, идя по этому разуму, признавая Всевышнего Аллаха и посланника, салли Аллаху, алейхи вассалям, не только языком, но и своими действиями, своими деяниями, чтобы мы постарались тоже, делали все от нас зависейшее. Если полноценно у нас не получается, хотя бы кое-каким образом, чтобы следовать религии Аллаха, чтобы следовать за суммой посланника, салли Аллаху, алейхи вассаляма. Совершенно Аллах обязал, есть много обязательств, которые Совершенный Аллах обязал человека. И мы видим, что если человек, ну, конечно, ему трудно, ему бывает, естественно, всегда против человека, всегда выступает против человека, против сущности человека, всегда у него бывают два врага. Это его плоть, нафс, страсть. Это иблис сатана. Они, помогая друг другу максимально стремятся, чтобы заблуждать человека, чтобы человек не пошел на путь истины, чтобы человек не понимал религию Аллаха. Представьте себе, например, человек пошел на базар. Там он, чтобы покупать себе пару одежды, одежде, например, он бродит по базару в течение двух, трех, четырех даже часов. Он этого, например, не замечает. А когда, например, он находится или в мечети, или когда хоронят человека, например, он видит, что человек умер, его хоронят. Он знает, что его тоже настигнет, эта смерть, как и этого человека. Если чуть-чуть там солнечно, если чуть-чуть жаркая погода на этом кладбище, если этот имам, который хоронит этого человека, делает проповедь, потому что именно кладбище на сегодняшний день, исходя из того, в какие времена мы живем, исходя из нашей слабой веры, кладбище как раз так и является тем местом, когда человек хотя бы чуть-чуть понимает, чуть-чуть понимает религию Аллаха, человек, чуть-чуть у которого имам, чуть-чуть становится сильным, чуть-чуть которому человеку помогает добиться истины. Даже в этих местах, например, если чуть-чуть проповедь, которая напоминает о смерти, чуть-чуть продлевает, сразу начинают говорить, вот там много времени отняли, у нас мы должны были заниматься теми или иными делами, а человек, который там гуляет на базаре, чтобы покупать себе вещи, он этого не замечает. Просто мы говорим о нашей сущности, прежде чем говорить о больших макамах, которые мы и так не будем достигать, которые мы и так не будем следовать. Мы должны выяснить ситуацию, ту ситуацию, в которой мы сейчас находимся, ситуацию общества, в которой мы сталкиваемся. И что же, имеется в виду, что же является в этом примере толчком для человека? Толчком как раз так и являются те действия посланника, саллиллаху алейху ассаляма, те действия больших сподвижников, те действия больших выдающихся личностей, женщин, особенностей в исламе, которые они делали, какую сабру они сделали. Вы припомните Асия, дочь Фирауна, вы припомните жену Аюба. И из-за того, что из-за этого сабру, Дуниальского сабру, там сабру, который они сделали, по сравнению с Ахиратом, конечно, это даже один капля воды с океаном даже не сравнивается, потому что наша земная жизнь, эта брендная жизнь, она проходит, она ограничена в количестве годов. А Ахират же не ограничен, он же бесконечный, он же бесконечно. Мы же знаем, что человек, который занимается бизнесом, если он за рубль, который вложил, получает 3 рубля, он любые трудности готов терпеть, если он получает 3 рубля, 5 рубля тем более. А когда человек, например, получает такое большое возограждение, когда делает определенные действия ради Всевышнего Аллаха, и сколько нирматов Всевышний Аллах дает. Вот поэтому у нас натура человека, из-за того, что слабый иман, такая натура, что у нас реакция неадекватная, что у нас реакция не такова, такая, какая должна быть. Мы знаем, что день суда, это очень трудный день. Какой день? Который сам Всевышний Аллах говорит в Коране, бисмилляхи рахмани рахмим, сам Всевышний Аллах говорит, чтобы у нас сомнений не остались. Конечно, мы можем, когда озвучится смысл этого аята, человек может сказать, как такое может быть, чтобы у человека не было такого сомнения, Всевышний Аллах говорит, Судный день это какой день? Всевышний Аллах говорит, День, это день, когда человек бежит от своего брата. Когда дети бегут от своих родителей. Каждый человек занят своим, чтобы он спасся, чтобы даже, есть изречение посланника Аллаха, вот этот аят тоже подтверждает. Каждый человек, Судный день, стремится, чтобы все попали в ад, чтобы он спасся. Дочеря говорят, О, Всевышний Аллах, только меня не накажи. Вот мои родители, вот мои дети, их всех накажи, их всех бросают, чтобы меня спасли. Конечно, вот сейчас мы, у каждого человека, каждый человек может задать вопрос, как же такое может быть? Но сам Всевышний Аллах нам говорит это. Это не изречение, вот то, что аят, который я прочитал, это не история каких-то алимов, это аят Всевышнего Аллаха, чтобы мы поняли, что такой день настигнет, что такой день будет, когда каждый человек, когда родители покажут на своих детей и скажут, О, Всевышний Аллах, мы их наставляли на путь истины, они не следовали. В чем наша вина? Когда дети будут говорить, О, Всевышний Аллах, там наши родители нас не наставили на путь истины, там заставляли нас делать что угодно, лишь бы чтобы там мы наживались этой дуне. И вот каждый человек будет бегать, но все равно каждому человеку придется ответить. И Всевышний Аллах спросит своих родителей, что же вы сделали для того, чтобы ваши дети жили по религии Аллаха. Если язык, например, захочет сказать неправду, вот, например, язык говорит то, что мы дали, как бы программировано, то, что дается нашими мозгами, да, мозг дает определенную команду языку, и язык говорит то, что, и язык действует по той команде, которую мозг дал. Это время у нас мозг отключается автоматически. Язык будет говорить то, что на самом деле он сказал, стремился ли он на самом деле. Если человек, например, скажет, что я, например, определенную вещь не делал, руки скажут, что он этого сделал. И поэтому, священный Аллах, каждое мельчайшее деяние человека, плохое ли это деяние или хорошее ли это деяние, он, священный Аллах, поставит на чаще весов и каждому покажет свое деяние, как бы он от этого не убегал. Но такая ситуация будет, когда каждый человек будет бегать, чтобы он спасся, чтобы наказывая всех, чтобы он сам спасся. Поэтому вот этот момент мы тоже, уважаемые сестры, мы тоже должны учитывать и стремиться познать истину. Вот вы представьте себе, время каждого человека проходит. Что бы он ни делал, например, вот в данный момент много людей, например, есть много людей, которые там, есть люди, вот в данный момент, например, мы делаем проповедь и сестры слушают, да? Определенные люди, например, где-то торгуются, определенные люди там занимают клеветами, есть определенные люди, которые просто тратят время впустую, кто-то, например, смотрит на сериалы. И время этих людей, и время тех людей, которые на пути Аллахи, и которые максимально стараются ради ислама, проходит. Время идет. Как бы оно ни пошло, по-любому время идет. И ту секунду, которая уже прошла, что бы мы ни дали, сколько бы мы за него не заплатили, уже обратно нам не вернут. Но мы должны учитывать и знать, что судный день впереди. И каждый человек, естественно, найдет то, что он сделает. Вы посмотрите, например, вот если вот посмотреть со стороны человека, который, например, живет, Максим, ну, конечно, человек, который идеально себя ведет по религии Аллаха, конечно, такие люди, это пророки. У каждого человека есть свои ошибки. Каждый человек ошибочен, кроме пророков. Всевышний Аллах только пророков сохраняет от греха. Каждый человек попадает в этот грех. Но бывает процентное соотношение. Процентное соотношение жизни, сколько процентов он попадает в грех, сколько он не пропадает. И поэтому, если мы посмотреть в жизнь человека, человек, который максимально все, что от себя зависящее делает на пути Аллаха, Аллах этого человека не оставляет. Потому что Всевышний Аллах же так говорит. Но наш внутренний, вот имеется в виду плод человека, и помощь ему сатана, они постоянно подсказывают, если ты, например, будешь, если ты, например, пойдешь в женский маджлис, ты там где-то тысячу рублей не получишь этот день, тысячу рублей ты не заработаешь. Вот так нам внутренний голос, нам это так подсказывает. Или, например, бывают какие-то там другие важные моменты жизни, которые в кавычках, так скажем, которые по программе каждого человека бывают. Одна, например, говорит, я сегодня там хочу навестить свою подругу, и они там сплетничают. И мне говорят, не до этого маджлиса. Бывают такие моменты. Но мы видим, что время проходит, время пройдет. И за воздаяние каждого человека, который человек сделает на том свете, ему придется отвечать. И Всевышний Аллах всегда тех, которые следуют по его пути, Всевышний Аллах всегда не оставляет. Не оставляет в этом мире и не оставляет в Ахирате. Все, что противорочит шариату, религии Аллаха, это нам нашупывает шайтан, иблис. Мы этого тоже должны знать. Если, например, вы слышите, что про вас кто-то говорил плохое, например, да, сразу внутренним голосом сатана говорит нашей плоти, которая ждет именно этого, вот если про тебя вот так плохое сказали, ты скажи в десятикратном размере. И сразу что начинается? Мы даже не анализируя, на самом деле, этот человек так сказал или нет, даже не анализируя, даже он время нам, чтобы анализировать, даже не дает. На самом деле, этот человек так сказал или нет, даже не выясняю это все, мы сразу начинаем говорить обратно 10 раз плохое, чем они нам сказали. Потому что внутренний плод, внутренний навс и Иблис, они два врага. Против них работает у нас один враг. Это рух. Имеется ввиду с Ахирятом, который сказан. Против двоих врагов один враг слабее же. Поэтому мы прежде чем делать какое-то действие или какое-либо, например, деяние или слово, мы должны подумать конкретно над этим, что Сатана, максимально... Сатана что делает? Если нам сказали плохое, мы тоже говорим 10 раз хуже, например. И судья, что будет? Судья, что совершит Аллах? Начинает спрос. И тебе говорят, ты слышал, что какой-то человек про тебя вот такое плохое сказал. И он спрашивает. А ты на самом деле, ты точно знаешь, что это он сказал или нет? Ты говоришь, нет, конечно, я точно не знаю, просто один человек мне сказал, что вот этот человек плохой, как про меня говорил. На самом деле, может выясниться, что он этого не говорил, например, да? Если он этого не говорил, и мы сказали 10 раз, мы вообще проигрыши будем. Допустим, что он этого сказал, например, да? За то плохое, то, что он нам сказал, он получит, например, наказание. А за то 10, 10 слов, которые мы против него сказали, против того человека, который за нас говорил одну вещь, например, мы же получим наказание в 10-кратном размере. Поэтому, вот этот момент мы должны учитывать. Мы максимально должны стараться, чтобы Иблис нас не попутал. Большие люди, как себя действуют? Большие люди, вы тоже знаете, известная история, когда один большой вали Аллаха, на то и он за действием его и его выдает, что он был валием Аллаха, он слышит, что кто-то же за его спиной клеветничал. И этот вали Аллаха отправляет другого человека подарок этому человеку, который клеветничал за его спиной, который плохое говорил о нем. И тот человек, который он отправил с этим подарком, он в недоумении, он говорит, а как такое возможно человек, который плохое про тебя говорил, а ты ему подарок отправляешь? Он говорит, ох, брат, знал бы ты, какой большой клад в Ахирате он для меня сделал. Какой большой подарок в Ахирате он мне сделал. То, что я ему даю, это ничего по сравнению с тем, что он мне дал в Ахирате. Естественно, а что это такое на самом деле? Этот человек полностью этого понял, полностью оценил ситуацию. А Ахирате что ждет? Ахирате, если это человек, например, который за тебя плохое говорил, или он говорил то, что ты не сделал, это вообще большой грех. Бухтан это получается. Гиббат это то, что плохое качество человека, он за твоей спиной говорит другому, в котором ты, например, виноват. А если ты в этом не виноват, и этот поступок у тебя не был, он ставит уже Бухтан, это вообще тяжкий грех. В Ахирате что происходит? В Ахирате, когда перед священным Аллахом приносят вести деяния всех людей, этому человеку говорят, ты говорил ему плохое про него. Теперь что надо делать? Вот теперь из-за того, что ты ему говорил плохое, его хорошее деяние дает этому человеку. Вот что значит имел в виду этот валий Аллаха. Он говорит, мне большой подарок сделал Ахирате. Именно его хорошее деяние переходит этому, валию. А если у него, например, нету этих хороших деяний, из-за того, что он много клеветничал, много натравлял людей друг на друга. Вот это у нас, вот в нашем обществе, вот эти дни как раз такое происходит. Сплетники, которые за спинами людей доносят то, что было и не было, на то, что было, добавляют еще кучу многих того, что не было, и доносят на другого человека. Али, по-моему, Али Асхаб говорит, ты знай, говорит, тот человек, который донесет до тебя слова других, этот же человек донесет до другого твои слова, твои же слова. Любой человек, который придет к тебе и скажет, что вот какая-то там, например, Мадина сказала про тебя так, 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 ты знай, говорит, что она пройдет к этой же Мадине и про тебя тоже скажет с отецательной стороны. Это, говорит, уже реалии, это, говорит, теория. И поэтому судный день что происходит? Судный день тот, его хороший поступок переходит к нему. Например, если у него появилось много должников, тогда что происходит? Тогда плохое деяние этой женщины или этого человека, плохое деяние, которое мы сделали, за него Аллах наказывает другого человека. Вот такие моменты. И мы знаем, что самое, одно из больших вниманий, которое человек должен уделить, и которое мы видим, что мы не уделяем, это отношение к нашим родителям. Сколько бы об этом ни говорили, сколько бы ни рассказывали, все равно у нас одна и та же такая большая болезнь. И на самом деле мы знаем, что вот родители этого тоже понимают. Родители сами понимают, они сами говорят, они сами, как раз это и является назиданием для нашей молодежи, для нашего молодого поколения. Вот вы спрашиваете своих родителей, бабушек, то, что они себя вели к поотношению своим родителям, Аллах наказывает их же своими детьми. Это однозначно. Потому что посланник Аллаху саллиллаху алейху асаллима говорит, «Камад хадину тудану». Если ты, например, поступаешь плохо со своими родителями, такое не бывает, чтобы твои дети так с тобой не поступили. Аллах через это тебя это показывает. Поэтому вот это как раз так и является очень большим толчком, чтобы мы поняли, чтобы у нас было такое отношение к родителям, достойное отношение к родителям. У многих даже, например, многие люди, когда они бывают живыми, бывают родители, мать или отец бывают живыми, они ничего не делают. И потом, когда они умирают, уходят из этого мира, потом уже понимают, потом уже начинают скорбить по этому, потом уже начинают плакать. Ну сколько бы меня скорбили, сколько бы меня плакали, обратно же уже умершая мать же не возвратится. Поэтому мы должны ценить наших родителей, которые Всевышний Аллах нам дал. Когда мы уже живы, Он нам дает нюймат. Есть два момента в жизни, когда Всевышний Аллах, например, испытывает своего раба. Всевышний Аллах посылает беды и смотрит, этот раб делает ли сабру по этим бедам. И также Всевышний Аллах, например, посылает больших нюйматов, и Всевышний Аллах смотрит, делает ли человек шукру этим нюйматам, этим благам Аллаха. Поэтому мы всегда должны просить Всевышнего Аллаха, как просят наши большие алими, большие мудрецы, большие шейхи. Они в дуа говорят, о, Всевышний Аллах, ты не заставляй нас делать сабру, посылая беды, а заставляй нас делать шукру, посылая нюйматы. Потому что из-за слабости нашей веры это все происходит. Всевышний Аллах в Коране тоже очень большое внимание уделяет им именно тому моменту, как почитание родителей, отношение детей к родителям. Поэтому вот это родители тоже являются большим нюйматом, который Всевышний Аллах нам дал, чтобы мы делали шукру. Всевышний Аллах в Коране говорит, «Свейшний Аллах говорит, что Всевышний Аллах сделал обязательным, чтобы они поклонялись именно Ему, а не другим». И вот мы знаем, что поклонение, какой важный момент поклонение имеет в жизни человека. И с этим же Всевышний Аллах связывает хорошее отношение к родителям. Сразу в этом же аяте самый важный момент же поклонение Всевышному Аллаху. Поклонение только Всевышному Аллаху. С этим же Всевышний Аллах связывает почитание своих родителей. И сразу говорит, что Всевышний Аллах обязал так же, как и поклонение только самому себе, Он так же обязал, чтобы дети почитали своих родителей, чтобы они имели хорошее отношение к своим родителям, чтобы они уважали этих родителей. В другом аяте Всевышний Аллах говорит, «Имма яблюганна инда калькибара ахадухума, аукилахума, фалата куллахума, уффим, валатанхархума». Всевышний Аллах говорит, «Когда один из твоих родителей, или отец, или мат, они достигают преклонного возраста, ты уважай их, в отрез их даже чуть-чуть тон не повышай, повышенным голосом с ним не разговаривай, в разрез своим родителям, даже чуть-чуть голос даже не поднимай, всегда не прогоняй их, всегда отвечай им». В другом аяте Всевышний Аллах говорит, «Имма яблюганна инда калькибара аххидма». Говори им мягкие слова, всегда будь с ним мягок, уважай их. В другом аяте Всевышний Аллах говорит, «Имма яблюганна инда калькибара ахидма ахидма». «Ты, говорит, всеми способами, которые человек сможет, например, стараться». Мы, например, видим, что те, которые работают, они там видят, что подчиненные, как они стараются, чтобы угодить своему начальству, например. Именно потому, что это бывает там рабочий момент, как они стараются. Вот так, говорят, ты свою жизнь больше, чем это, все возможное, все свои силы отдавай к почитанию своих родителей. Много они не требуют. Например, дети, когда, например, женятся или выходят замуж, они очень редко посещают своих родителей. Но вот именно это посещение делай максимально таким образом, чтобы они были довольны. Максимально старайся для них. Говори мягкие слова, отвечай им. И ты всегда говори, делай им дуа, и ты скажи, о священном Аллахе, ты смилостивай над ними, как они смилостивали над мной, как они меня воспитывали. Мы знаем, что есть очень большое обязательство для детей по отношению к своим родителям. Сами родители этого знают. В течение семи месяцев дитя, например, она носит утроби своей матери. И после этого, особенность — это мать. Когда посланник Аллаху, посланник Аллаху, посланник Аллаху сказали, кого почитать из своих родителей, посланник Аллаху, три раза повторил мать, 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 и в четвертый раз сказал отца тоже. Также есть очень много моментов. Посланник Аллаху в изречении говорит, довольство священного Аллаха — это, говорит, вдовольство родителей. Гнев священного Аллаха — это, говорит, гнев родителей. Когда ибну Амра, ради Аллаху, у него спросили, Один человек спрашивает, один спрашивает, посланник Аллаху, чтобы посланник Аллах дал ему разрешение, чтобы он отправился в джихад в Газават. Посланник Аллах говорит, живы ли твои родители? Он говорит, наам, да, говорит, ты в них, говорит, делай джихад. В них делай джихад. Что означает? Хадис передает Бухарь и муслим. Это означает, чтобы он, наверное, он был человеком, который не почитал своих родителей. И посланник Аллаху, саллилуйя, этого заметил. Не почитав своих родителей, пойти в джихад, для тебя, говорит, лучше почитать их, чтобы они были довольны, чтобы они максимально старались для тебя. Также, например, посланник Аллаху, саллилуйя, 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 саллилуйя посланник Аллаха саллиллаху алейхи вассаляма связывает связывает укукуль валидайни непочитание своих родителей, оскорбление своих родителей унижение своих родителей не давая человек когда не дает все что он должен не придает этому значение вот это грех посланник Аллаха саллиллаху алейхи вассаляма связывает с многобожиим в другом изречении посланника саллиллаху алейхи вассаляма Посланник Аллах говорит, что не войдет в рай гор не войдет, человек, который оскорбляет, унижает, не почитает своих родителей, и человек, который постоянствует пить спиртным. С этими большими грехами Посланник Аллах связывает непочитание своих родителей. Посланник Аллах также говорит, и это знакомое изречение, Рай, говорит, под ногами наших детей, под ногами наших родителей. Однажды, говорит, Ибн Умар был таким большим фақыхом, однажды он видел одного человека, который на своей спине носил свою мать и делал аваб вокруг каабы, всем обходу, потому что она не была в состоянии. И он увидел, в этом состоянии он увидел Ибн Умара, он был фақыхом большим, он говорит, я, говорит, вот так делают аваб, даю ли я должное, то, что я должен давать своей матери, хақ имеется в виду, полноценным образом. Он говорит, он говорит, вот то, что ты сделал, говорит, она не сравнивается. Вот когда, например, мать рождает своего дитя, бывает же момент, когда она переносит. Вот маленький фрагмент этого, секунда этого, говорит, секундой этого, говорит, не сравнится то, что ты ей делаешь. Какой хақ, говорит, ты из-за того, что семь раз обход каабы сделаешь, какой хақ, говорит, ты ее восполнишь. Даже вот этот промежуток, двух-трехсекундный промежуток, вот этот хақ, говорит, ты даже не отдал, говорит, за это. И в конце, уважаемые сестры, если у вас походу возникнут вопросы, вот здесь лиски есть, и ручка тоже есть, вы можете задать вопросы, и, иншалла, ответим в конце. И в конце мы расскажем маленькую историю. Во времена посланника, саллиллаху алейхи вассаляма, был Алкама, это его звали, был сподвижник Алкама. И он был человеком, который упорствовал в религии Аллаха, в намазе, в посте, в садака. И когда он заболел предсмертной болезнью, предсмертной болезнью, когда он заболел, посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, к посланнику Аллаха, его жена отправляет посла. Он говорит, этот посол говорит, он рассказывает, что ее муж, Алкама, уже умирает. И после этого посланник Аллаха, прежде чем он умер, посланник Аллаха отправляет Амара, Сухайба и Беляла, трех своих сподвижников, чтобы они ему научили шахада, сказали шахада перед смертью. Мы же знаем, что есть изречение посланника, Тот человек, который в конце, будут последними словами, у которого будут, он говорит, войдет в рай. И вот, чтобы ему делать толкань, имеется в виду, чтобы ему научить, вот этим словам не научить, чтобы он это сказал в конце. Для этого посланник Аллаха специальным заданием отправляет трех сподвижников. И когда они зашли к нему, и он видит, что он уже истекает, имеется в виду, что у него последний вздох, вот-вот он умирает, что он в предсмертном агонии. И они начали ему сказать, скажи, la ilaha illallah. Этому Аллакамату они говорят, скажи, la ilaha illallah. И они видят, что у него язык не шевелится. Он не смог этого говорить, не смог этого сказать. Они сколько бы ни сказали, говори, о Аллакама, говори перед смертью, la ilaha illallah. Сколько бы они ни повторяли, все равно он не смог ответить. а он в предсмертной агонии вот так умирает имеется ввиду последний момент после этого уже сподвижник в недоумании отправляет одного к посланнику саллиллаху алейхи вассаллима чтобы рассказать, что он не смог этого говорить, у него не выревается он не может говорить как бы он ни старался он хотел что-то сказать но не получалось у него не сказал вот эти слова посланник Аллах же отправил их, чтобы ему учить чтобы он зашел в рай и посланник Аллаха говорит тогда из его родителей отца и мать кто-нибудь живой или нет? он спрашивает у него есть мать преклонного возраста, очень старая после этого посланник Аллаха отправляет посланник Аллах говорит этому послу иди к его матери и скажи если она не в силе приходить к посланнику саллиллаху алейхи вассаллима пусть она останется дома и сам посланник Аллаха придет к ней домой после этого этот посланник Аллах рассказывает так, что посланник Аллах вот так передал слава посланник Аллах говорит на всели на всихи фидаун пусть говорит он говорит если даже я преклонного возраста он говорит более достойным, чем я он говорит более достойным, чтобы я пришла к нему, чем он ко мне и она взяла свой посох и она взяла свой посох свой посох пошла к посланнику саллиллаху алейхи вассаллима и встала перед посланником после этого она дает салам посланнику саллиллаху алейхи вассаллима и посланник Аллаха говорит ты скажи правду только правду по отношению к своему сыну если ты соврешь если ты будешь врат мне в тот же миг ко мне явится ангел Джибрил и он расскажет правду он не даст тебе врат только говорит правду когда я задам вопрос тебе про твоего сына говорят я Расуль Аллах она говорит он был который много молился много держал пост упорствовал много милостен отдавал это все понятно я это и так знаю что он старается ради Аллаха упорствует в религии Аллаха а я имел ввиду посланник Аллаха я имел ввиду твое отношение к нему почитал ли он тебя как он относился к тебе говорят я Расуль Аллах она говорит я очень разгневалась на нем он посланник Аллаха почему ты разгневалась почему ты недовольна я говорю вообще недовольна своим сыном и разгневалась на нем говорят я Расуль Аллах у посланника Аллаха И вот эти слова посланника Аллаха, которые очень понравятся тёщам, но не понравятся их невестам. Посланник Аллах говорит, она говорит, он, чем меня, выбрал свою жену. Жену, говорит, более почитал, чем меня. Вот так говорит мат. Естественно, мы знаем, что по религии, например, человек должен уметь, мужчина должен уметь регулировать между своей матерью и между своей женой. И там есть очень тонкий момент, тонкая ситуация, когда человек не должен полностью угождать своей жене, настаивая её против своей матери. И не полностью делать всё, что говорит мат, который противоречит шариату. А он должен тонко, делая политические ходы, он должен тонко уметь регулировать отношения между этими двумя. Потому что мы знаем, что человеческий инстинкт по истории, мы тоже видим, что она создана, что всегда такие моменты между невестой и тёщей, что всегда бывают такие моменты. Что именно есть такие моменты, когда это всё не совпадает. И я в одном проповеди видел, один алим рассказывал, там задаётся вопрос, почему, говорит, такое происходит. Почему, говорит, всегда вот эти моменты бывают между невестой и тёщей, бывают именно такие моменты, моменты, такие отрицательные моменты. Потому что, говорит, посланник Аллаха, он же не видел невесту, у посланника Аллаха были сыновья, которые при маленьком возрасте, они все умерли. У посланника Аллаха не было такого истории, что посланник Аллаха женил своего сына, что у посланника Аллаха была невеста. А мы знаем, что посланник Аллаха выдавал своих дочерей замуж. А там уже отрицательно, там уже бывают положительные моменты, положительные моменты. И после этого, когда посланник Аллаха вот так сказал, она вот так ответила, что он, говорит, всегда во всем выбирает свою жену, давая предпочтение ей, чем мне, и ослушивая меня. Когда посланник Аллаха говорит, теперь посланник Аллаха говорит, для назидания нам и всем, поистине, вот тот гнев, тот отрицательное отношение матери к своему сыну, это, говорит, отвергает от языка Аллкама, чтобы он произнес шахаду, чтобы он произнес именно эти слова. Именно из-за того, что он оскорбил свою мать, или из-за того, что он недолжным образом отдавал должное своей матери, из-за того, что он выбрал свою жену, чем свою мать. Вот это, говорит, ему мешает, чтобы он сказал ля-илляха-иллялах. Теперь, вот именно если этот человек, например, который упорствовал религией Аллаха, если он тонким образом, как шария, как учится вишню Аллаха, по пути посланник Аллах, если он регулировал бы этот момент, естественно, он сказал бы ля-илляха-иллялах. Потом, что дальше, что происходило? После этого посланник Аллах сказал, вот так своим сподвижникам, сказал, я белял, инталих, ваджи'ал ли хатабан кафира. Ты, говорит, пойди, и мать тоже стоит перед ним, и мать этого Аллкама тоже стоит, он говорит, о белял, иди, и собирай дрова, много дров, собери. Потом, говорит, она говорит, мать говорит, мать Аллкама, я Расуль Аллах, а что ты хочешь с дровами делать, для чего ты собираешь дрова? Я хочу перед тобой сжечь этого Аллкама на дровах. Сжечь огонь и поставить на нем этого Аллкама. Она говорит, я Расуль Аллах, и после этого сдрогнуло его сердце, сердце матери, которая вот так в гневе, конечно, она сказала, что я, говорит, недовольна, потому что он неуважительно относился ко мне. А когда уже она видела, заметила, что уже хотят сжечь своего сына, но это был такой ход, который посланник Аллах, салам, сделал. На самом деле, посланник Аллах не собирался этого делать. Это было, как бы, для нас назидание. Посланник Аллах, потом мы в конце раскроем этот момент. И специально посланник Аллах сделал, чтобы психологически, чтобы она поняла, что к чему. Это такой тонкий психологический момент. Она говорит, я Расуль Аллах, Я, говорит, мое сердце, говорит, не вынесет этого, чтобы перед моими глазами сжигали моего сына на огне. Я, говорит, этого не вынесу. Не вынесу. Вот так сказала она. После этого посланник Аллах говорит, Наказание за это его действие, за это его деяние, что ты ему, именно им недовольна, что он тебя притеснял, угнетал, не уважал тебя. Вот это его грех, говорит, более жестоко. Наказание Аллаха за это более жестоко, говорит, чем этот дуниальский огонь, который мы его накажем. И посланник Аллаха, салли Аллаху, алейхи вассалям, говорит, для тебя, говорит, лучше будет, если ты будешь довольна своим сыном, если ты простишь его. Посланник Аллаха клянусь, он говорит, я, говорит, клянусь той душой, которая находится в руках Аллаха. Ла янтафи в алкамату бисалатихи, его, говорит, этот намаз, который он сделал. Ва ла биссиамихи, его, говорит, пасты, которые он сделал. Ва ла биссадакаты, его, говорит, садака, говорит, это, говорит, ему не принесет пользы. Мадамата алейхи сахитатум, пока, говорит, ты недовольна своим сыном. Пока, говорит, ты его не простишь, пока ты, говорит, его не простишь, это, говорит, ему не принесет пользу. Потом она говорит, я Расуль Аллах, Он 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 говорит, я Расуль Аллах, И после того, как он покинул этот мир, последними словами, А мы знаем, что посланник Аллаха говорил, что тот человек, который последнее слово скажет, он войдет в рай. Он сказал, Белял сказал, о те, которые присутствовали, по истине гнев его матери, преградило ему языку, чтобы он произнес шахаду, а когда она его простила, его язык открылся, и он смог этого сказать. В этот день он говорит, умер, фахадараху, Расуль Аллаху, посланник Аллаху сам говорит, присутствовал в его похоронах, и повелел, чтобы его помыли, и чтобы его одели салам, и сам посланник Аллаху делал на него жамаза намаз, и присутствовал в его похоронах, и посланник Аллаху, и посланник Аллаху, стоя перед его могилам, сказал, о правоверные, о мухаджируны, которые переселились в Микки Медуны, и ансары, и мединцы, тот человек, который, следуя за своей женой, например, или за другими людьми, будут угнетать, притеснять, или за сплетнями, особенно у нас порождает ситуация в наши дни, когда из-за сплетен вообще человек не разговаривает с своей матерью. Даже были ситуации, когда человек, сын, не присутствовал в похоронах своей матери. Более такой гнусный грех, какой может быть, когда человек не присутствует в похоронах своей матери. Более большое наказание какого человека ждет? Так же бывает, например, между дочкой и матерью произошли определенные моменты, они в ссоре, мы должны знать, что человек, то, что он обязан по отношению к другому человеку, он должен делать. Например, бывают многие вопросы, говорят, например, дочка говорит, я максимально стараюсь, чтобы мать была довольна, но она не довольна, она меня прогоняет, прогоняет. Что мне делать? Все равно та его обязанность, которая остается у нее по отношению к своей матери, из-за того, что она один раз мать ее прогнала, от нее не уходит. Она должна до ее смерти делать то, что от нее зависящее, чтобы не отвечать перед священным Аллахом. А мать, если ее не приняла, она ответит. Поэтому, даже если, говорит, родители неправоверные, кафри, есть определенные адабы, которые человек должен соблюдать к своим родителям, которые неверны своим родителям даже. Поэтому посланник Аллаха сказал, тот, который вот так будет неуважительно относится к своим родителям, особенно к материи, слушая слова своих жен или других людей, которые не прочитали своих матерей. Пусть, говорит, на нем будет проклятие Аллаха, проклятие ангела, и проклятие всех людей. Севышний Аллах, говорит, не примет у этого человека ни фарзи его деяния, ни суна, нежелательное деяние, кроме как он сделает тавбу, если он вот так неуважительно, недостойным образом, если он относится к своим родителям, пусть, говорит, он сделает тавбу. Если он не сделает тавбу, Севышний Аллах, говорит, у него ничего не примет. И пусть хорошо отнесется к своим родителям. Пусть требует довольства своих родителей, если до этого этого не произошло. Мы знаем, что Севышний Аллах возвеличил нашу ум, что имеется ввиду до того, как до последнего вздоха Аллах дает шанс человеку, чтобы он сделал тавбу. До последнего вздоха. Поэтому, если человек делает тавбу, блага Севышнего Аллаха и милост Севышнего Аллаха до такой степени, они безграничны и большие, что сам Севышний Аллах в Коране говорит «Катбуддилля цайиатикум хасанатин». Если человек сделает тавбу, Севышний Аллах, говорит, превращает его грехи на хорошие деяния. Поэтому, уважаемые сестры, вы одумайтесь, мы должны одуматься над этим, что если человек сделал тавбу, если он в этот миг, пока он живет, он наконец-то одумался и сделал тавбу по отношению к любым грехам, не обязательно к этим отношениям к своих родителям, если, конечно, у него такие плохие отношения, здесь тоже. Если он сделает искреннее тавбу, Севышний Аллах, и если на этом тавбу он останется до своей смерти, Севышний Аллах превращает плохие деяния, грехи на хорошие. Его грехи, которые он сделал, они превращаются на хорошие деяния. Сам Севышний Аллах говорит Севышний Аллах превращает плохие деяния на хорошие. До такой степени безгранична милость Севышнего Аллаха к нам. И в конце задается вопрос, когда до такой степени безгранична милость Севышнего Аллаха к нам, что же мы делаем по отношению к этому Творцу, который так милостлив по отношению к нам. Поэтому посланник Аллаха салли Аллаху алейхи вассалям вот так повторил вот эти слова. Максимально вы стараетесь ради своих родителей чтобы добиться довольства их. Довольство Севышнего Аллаха в довольство родителей. Гнев Севышнего Аллаха в их гневе. Пусть Севышний Аллах, уважаемые сестры, в первую очередь, конечно, нам всем отдаст тавфик, чтобы почитать наших родителей, чтобы мы, видя эти большие блага Аллаха, которые Аллах нам дал, чтобы мы тоже отвечали хотя бы минимальным образом. Вы посмотрите вокруг, такие большие блага, которые Аллах нам дал, тем людям, которые вот сейчас живут на этом мире, всем правоверным. Это же даже, такие блага же не были даже во времена самого его, самого любимца, посланника салли Аллаху алейхи вассаляма. Те блага, которые Аллах пророку, посланнику Мухаммаду, который не дал, который Севышний Аллах создал, весь этот мир и все, что находится ради него. Аллах нам дал. Сейчас мы видим такие блага, которые не были в его времена. Поэтому от нас что требуется? От нас требуется постоянно делать дуа, делать тавбу, раскаяться и делать вот этот ниыматом Аллаха, благом Аллаха, шукру должным образом.